Туризм является одной из отраслей, на которой особенно отразились западные санкции. Давление идет сразу по нескольким фронтам. Закрытие западных стран, резкий рост курса валют, инфляция. Между тем, Тверская область – один из туристических центров нашей страны. О том, что теперь изменится для жителей нашего региона и для россиян в целом, в нашем следующем материале выпуска. В чем однозначно согласны эксперты, так это в том, что выездной туризм получил мощный удар под дых. Во-первых, страны Западной Европы, а также их союзники на других континентах, наотрез отказались пускать русских. Во-вторых, валюта сильно подорожала, а вместе с ней и путевки. Но с другой стороны, все это открывает большие возможности для путешествий по России. Однозначно это будет путь развития отелей, именно нашего внутреннего туризма. Это будут самые популярные направления. Москва, Петербург открываются новые возможности для загородных отелей, потому что все больше наших российских туристов рассматривают возможности отдыха именно в загородных отелях, для того, чтобы отдохнуть от нашей городской действительности, от шума, от пыли. Подтверждением тому служит ситуация двухлетней давности. Тогда тоже из-за коронавируса граница оказалась на замке. В итоге россияне вспомнили, что и на родине можно отдохнуть хорошо. А сейчас и мест в гостиницах и на базах отдыха, после отмены ограничений, можно продавать сколько угодно. Уменьшения потока в мартовские праздники не было. И сейчас идет и бронирование. У меня прогноз вполне оптимистичный по этому направлению. При этом санкции не отразятся на уменьшение номерного фонда в нашей стране. Речь идет об отелях, которые находятся под управлением транснациональных компаний. Некоторые СМИ сообщили, что сети Hilton и Hyatt приостановили развитие в России. Но это ни о чем не говорит. Есть шанс, что они не будут в дальнейшем инвестировать и открывать новые отели. Действующие никогда не закроются. Это уже вложенные деньги, это уже практически окупевшиеся объекты. Поэтому однозначно эти сети не закроются. И еще одно последствие санкций, которые может оказать позитивное воздействие на внутрироссийский туризм. Сеть по бронированию номеров «Бугинг» объявила об уходе. Однако напомним, что она давно превратилась фактически в монополиста, диктовавшего свои условия отелям. Неудивительно, что к «Букингу» накопилось немало претензий. Уже были дела и федеральной антипонопольной службы к ним. И штрафовали там на миллиарды рублей. Их уход мы приветствуем. Есть другие сайты бронирования, наши отечественные, которые сейчас, в общем-то, проявили гибкость и работают. К тому же многие крупные сети отелей вообще бронируют номера напрямую. Да и значительная доля населения до сих пор сама предпочитает посмотреть сайт гостиницы, после чего снять номер, просто позвонив на ресепшн. Так что все, что не делается, все к лучшему.